В зависимости от того, что вы продаете, вам может потребоваться реализация различных типов данных. Как скажем, по продаже пиццы мне потребовалась такая возможность указать характеристики данного продукта. Белки, жиры, углеводы, количество. Это может подойти для любых видов продуктов, если вы их продаете через магазин. Это восьмой урок по компоненту Gridbox Store на Joomla. Меня зовут Федор Васильев, и в этом видео посмотрим, как реализовать дополнительные возможности к нашим продуктам. Итак, изначально у нас нет возможности добавлять вот такого вида атрибутов, скажем, продукта. Поэтому вывел я это вот в такой вот таб. То есть изначально у нас с вами вот оно есть, но пока что не настроено. Эту информацию можно вывести и здесь, и вообще где угодно. Но если мы выводим здесь, то вот эта колонка расширяется. И у этой колонки, где у нас фотографии, много остается пробела снизу. Смотрится не очень красиво. Поэтому это очень хорошо, на мой взгляд, смотрится именно в этой области. Но тут уже на ваше усмотрение. Сейчас мы с вами это реализуем. Также при добавлении товара у вас вот здесь вот возникнут как раз-таки вот эти дополнительные опции, где вы просто вбиваете нужные параметры. То есть белки, вбиваете белки и так далее. И вот все, что здесь вбили, это у вас будет отображаться на сайте здесь. Так, я перехожу в админку сайта, который мы с вами собираем. Перехожу, как обычно, в gridbox. Здесь я перехожу в магазин. Для реализации подобного нам нужно увидеть здесь такую шестеренку, кликнуть по ней и перейти. Это у нас с вами будет макет поста. Здесь мы еще с вами не разбирались. Вкратце расскажу, что макет поста – это настройки вывода карточки вот этого вот товара. Здесь все настраивается. Расположение блоков, мобильная версия настраивается. Именно перейдя сюда. Также макет категорий, который мы позже затронем – это список товаров. Это то, что когда мы попадаем вот так вот на страницу, видим список товаров. У нас эта страница не настроена. Мы с вами к ней вернемся в следующих видео. Естественно, она настраивается вот здесь. Мы переходим в макет поста. Чтобы добавить возможность таких вот полей, нам нужно найти вот такой плюсик – добавить новый плагин. То есть, по сути, вы можете добавить его и здесь, и потом мышкой перетаскивать по этому холсту, по нашей карточке, и здесь. То есть, там, где вам нужно, там, где вам нравится вывести такие поля, у вас здесь свобода действий в принципе. Я сделаю так же, как на моем демо-примере. Поэтому я зайду отсюда. Мы увидим список плагинов. Да, кстати, если у вас некоторые будут подсвечиваться неактивные, вам нужно кликнуть по плагину. Если вы авторизовались, и ваша подписка активна на Белбуа, то эти все плагины подгрузятся с сервера компании Белбуа к вам на хостинг, к вам на сайт. Видно, что у меня все плагины активны. То есть, у меня сейчас активная лицензия, все активировано. Чтобы плагин не искать, здесь есть поиск. Я пишу просто пол, то есть поля, и у нас есть дополнительные плагины. Есть поля, а есть группа полей. В данном случае подойдет группа полей. Я кликаю по данному плагину, и сразу всплывают его настройки. Давайте сразу и сделаем данный плагин. Видим, здесь у нас по-английски написано Label. Навожу мышь, появляется здесь карандашик, дубликат данного элемента, и удалить. Я захожу по карандашу, и мы сразу настраиваем с вами поле. Переименовываем значение с английского. У меня первое поле, это будут белки. Здесь, кстати, типы. То есть, вот этот плагин, он позволяет вам разные типы выводить. Информации. Тут и текстовые области, и чекбокс, и радиокнопка. Если вы не знаете, что это такое, нужно просто потестировать, повыводить разные поля с разными данными, и у вас придет понимание. Если нужно писать описание, пишем, можно добавить иконку. Давайте это и сделаем. Кликаю иконку. Сейчас я не буду искать какую-то иконку, просто возьму что-нибудь. То есть, продукты питания, что это может быть? Тут, наверное, есть атрибуты продукта. Вот, в принципе, подойдет ложка ножек. Ярлык администратора. Это то, что будет у вас подставляться в админке сайта. Это будет для вас, чтобы вы понимали, что в это поле нужно указать белки и граммы. То есть, это будет для админки. И для себя можете написать еще описание, если хотите. То есть, это только для администратора. По сути, здесь нажимаем галочку, первое поле готово. Чтобы добавить еще поле, мы нажимаем вот здесь по плюсу. Значение пишем. У меня это жиры. Также не меняю, я здесь оставляю текст. Нажимаю сохранить. И смотрите, мы нажимаем сразу на это поле редактировать. И видим дополнительные поля. То есть, ярлык администратора. Я для себя укажу. Все, галочку. И по аналогии, вы просто добавляете все поля, которые вам нужны. Естественно, я сейчас, чтобы видео не затягивать, их заполню без вас. Итак, вы видите, я заполнил все нужные параметры для меня. Не забываем нажать сохраниться. И расположение. То есть, я могу расположить. Просто смотрите, видите, зажав левую кнопку мыши на зеленой шестеренке. Смотрите, я могу свободно перетаскивать. Например, отобразить где-то здесь. Но, как я говорил, уже это смотрится некрасиво. И я вывожу это в нижних табах, которые автоматически у нас создаются. Давайте здесь разберемся. Здесь я захожу по карандашику. Редактировать именно этот элемент. Заходим. Во-первых, на русский можете переименовать. Вот это у нас описание товара. Полное описание товара. Также выбрать иконку для этого. Сейчас просто возьму наобум. И вот это у нас вторая вкладка. Вот это у нас отзывы. То, что необходимо любому магазину. Пишем отзывы. Соответственно, найдете подходящую иконочку. Смотрите, можно оставить вот так расположение. И нам нужно, смотрите, кликнуть по плюсу. И добавить здесь характеристики товара. В данном случае это у меня пищевая ценность. И иконку сейчас просто возьму вот такую. Сохранить. Мы создали как бы третью здесь вкладку. Пищевая ценность. Прямо по ней кликаем. И зажимая левую кнопку мыши. Наши вот эти вот данные переносим. Видим, когда появляется такая черта. Это значит, что если я отпущу мышку, то данный плагин встанет именно сюда. Вот. И расположение. То есть я хочу, чтобы пищевая ценность была наверху. То я вот здесь вот так же зажимаю мышь. Переношу пищевую ценность первым. И расположение. А я хочу другое отображение. То есть вот здесь вот это настраивается слева. То есть вот такого вида. Ровно так же, как это выглядит вот на моем сайте. Отзывы. Описание. Пищевая ценность. Мы с вами сюда, скорее всего, еще будем возвращаться. Именно в режиме редактирования карточки товара. Я не буду здесь подробно как-то останавливаться, чтобы вы просто понимали. Здесь в отдельности вы можете отобразить галерею данного товара. Как она будет отображаться. Нужны ли миниатюры слева, снизу. Или они будут прямо на картинке. Корзина настраивается отдельно. Тут поделиться в соцсетях. С кнопкой «Добавить корзину» мы, скорее всего, будем еще отдельный урок делать. И вы должны понимать, когда вы здесь все сделаете, вам необходимо настроить единожды отображение данной карточки товаров на разных мобильных устройствах. Планшет и телефон. Вы должны понимать, что сейчас, на данном этапе, это у вас не настроено. И будет смотреться некрасиво на мобильных устройствах. Это нужно делать один раз. Вот здесь, в карточке товаров, для всех товаров. Чтобы вы понимали, не нужно будет настраивать мобильную версию для каждого в отдельности товара. Ровно так же, как вы здесь все настраиваете. То есть галерею настроили, вот этот блок настроили. Вот этот блок сейчас мы с вами настроили. Это не для одного товара. Это будет отображаться для всех товаров. Но, естественно, вот эти динамические данные, жиры, углеводы, это все будет настраиваться в отдельности для каждого товара. Это, в принципе, так и должно быть. Но именно вот это отображение, как я сейчас это сделал, это единожды настраивается, чтобы вы не переживали, что вам придется здесь много возиться. И мобильная версия настраивается вот здесь. Как это делается, скорее всего, лучше запишу я отдельный урок, потому что здесь тоже нужно понимать, как правильно это настраивается. Итак, нажимаем «Сохранить». Если пойдем мы на фронтальную часть сайта, мы с вами, конечно же, ничего не увидим, потому что нам нужно заполнить эти все жиры и углеводы для нашего продукта. Единственное, что мы сейчас уже видим, это вывод вкладки «Пищевая ценность». Но, как вы видите, здесь все пусто. Описание наше и отзывы. Для этого я вкладку могу закрыть режим редактирования карточки товара с админки. Просто зайдем в любой товар и наполним этими данными. Просто сейчас у нас в режиме редактирования создания товара появились вот эти желаемые дополнительные поля. То есть вы заходите в каждый товар, и вам придется просто заполнять вот эти данные, которые мы с вами создали. Не нужно будет больше возиться с этим плагином. Просто заполняем данные и все. Итак, я проставил все данные, вы это видите. Просто внес в каждое поле необходимые моменты, нажимаю «Сохранить», и мы идем с вами в этот товар «Бьюти Чиз», вот в эту конкретную пиццу. Мы сейчас в ней находимся, просто обновляем страницу. И вот, пожалуйста, переходя на вкладку «Пищевая ценность», она у нас в самом верху. Вот все эти данные мы с вами наблюдаем. Причем, видите, я к белкам добавил иконку здесь, а к этим полям не добавил. То есть вы можете еще каждый пункт сопроводить иконкой. Резюмируем. Надеюсь, вам уже пришло понимание, что вот таким вот плагином вы можете реализовать очень полезный вывод информации, удобный как и для администратора сайта при создании товара, так и, в принципе, для подачи информации в удобном виде, в красивом виде, в карточке товара на вашем сайте. Вне зависимости, что вы продаете, это поле универсальное, и оно подойдет для продажи практически любых товаров. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне, узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Лендинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo, например, это конструктор форм для построения лид-формы для сбора заявок, тоже очень важная тема технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво, можно очень сложные формы настроить, калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация, курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретении данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo.